Автобус только вот начал подъезжать к остановке и раздался в хлопок. 15-летний Гоша Силуков вспоминает ЧП в автобусе. После резкого хлопка пассажиров обдало струей кипящего тассола. Вот та самая печь, трубка которой выстрелила вчера в автобусе маршрута номер 36. Моментально горячая охлаждающая жидкость брызнула вдоль салона и на пассажиров. Все начали паниковать, жуткая паника была. Кто-то, ну, парень какой-то взял, выбил стекло ногой. То есть водитель не открывал двери. Парень этот выбил стекло и, ну, людей там тоже вытаскивал, спасал. Врачи скорой оказали медицинскую помощь восьми пассажирам. Четверо были доставлены в ожоговый центр. На сегодня в больнице остаются 9-летняя девочка с ожогом лица и спины, второй-третьей степени и 28-летняя женщина. Больше 10 лет я нахожусь в этом бизнесе. И это первый случай моей практики. А это уже руководитель предприятия, которому принадлежит автобус. По словам предпринимателя, то, что произошло – несчастный случай. 36-й прошел техосмотр 11 июня без нареканий. К водителю у директора претензий нет. А вот механики, следившие за исправностью транспорта, возможно лишатся работы. Тут какая-то совершенно простая причина. Усадка резины, в результате некое ослабление может быть. Но это, так сказать, чисто такие вот предположения, умозрительные, что называется. Я надеюсь, что следственные специалисты, они скажут что-то более конкретное. Они увезли с собой этот патрубок. Большинство подвижного состава пермских транспортных предприятий – это поддержанные автобусы из Германии. А уральская зима – не чита немецкая. До сих пор особых вопросов надзорных органов дополнительная отопительная опция не вызывала. В любом случае, действительно, кустарный способ производства радиатора – это и личная ответственность. Нужно понимать, чья. Либо это водитель, либо это перевозчик, либо же это сертифицированное предприятие, которое проводило инструментальный контроль. Комиссия городской администрации параллельно следственным действиям начала свою проверку. Будет дана оценка как действиям водителя в момент происшествия, так и внесению изменений в конструкцию транспортного средства. Помимо аварийного, автобуса проверят и остальные машины 36-го маршрута. Хотя стоило бы подвергнуть ревизии все городские автобусы. Радиаторы кустарного производства в них сплошь и рядом. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.